Вы что-то там сели, товарищи, вам будет слышно? У нас голоски-то в театре, ведь плохие у артистов. А? Выслух проверяйте. А, выслух будете проверять. Артисты-то у нас в Икеа. Высилковые, завалящие. Говорят, да, Даша? Не слышно, не слышно. А? Ну, а? Нормальные артисты. Вот я же говорю. Ты специально тебе сказал. Ты специально тебе сказал? Вот почему, когда я говорю, ты не ослышал до последнего ряда? Слышно? Да. Я что, кричу? Нет. А вы все шипелявые, картавые. Убирай свет. Понабрал поселковых. Товарищи дорогие, вас мало, но вы в тельняшках. Потому что происходит сегодня, вот и вчера, и каждый день, вот если вы видели афишу нашего проекта «Ночной театр», происходит что-то очень-очень важное. Происходит, может быть, рождение, ну, талантливых, надеясь, в будущем известных людей. И драматургов, и режиссеров. Вот эту читку сегодня не я делал, обычно это я делал. Я что делал? Поставил стулья, выходили артисты. Я надеялся, что хорошие артисты, хоть шипелявые, картавые, но тем не менее они телефонную книгу прочитают, и будет все замечательно. А тут я дал задание своим студентам, режиссерскому курсу. У них сейчас, их много, 21 человек у меня учится на курсе. У них сейчас сессия идет. Проходите, Светлана, драматург, Светлана, где твоя подружка? Ну и едет где-то, приедет. Ну все, уже это, 22 часа едет, пускай не переезжает. Вот, я решил дать им задание, чтобы они провели с моими артистами. Мои артисты хорошие, проходите, пожалуйста, садитесь. Это ваша подружка? Да? Не упадите, не садитесь. Спасибо. Вот. И сегодня мы читаем пьесу, мы читаем его. Сейчас выйдет Илья Примак, студент 2 курса режиссерского отделения. Он вам все расскажет. Я к этому не имел отношения. Он с ним репетировал. Артисты с ним там что-то, не знаю, кто-то спорил, кто-то нет. Я не знаю. Но я вижу, что Илья страшно волнуется, понятное дело. Выйти вообще вот сюда и разговаривать с вами. Это же проблема. Я вот, как я говорил тогда этому самому башкатному, на пипочку смотрю, на пипку, и с ней разговариваю с пипкой. Короче говоря, вот он все это сделал. Читка пьесы Романа Козырчикова сегодня, правильно? Да. Или нет? Да. Да, на нее пришли. Козырчиков, встань, где ты? Встань, покажись, отец. Вот, пожалуйста, похлопайте им салатом. А вот я объявил его пьесу «Тихий свет». Идет с большим успехом, очень хороший спектакль получился. А сейчас я готовлю спектакль по его пьесе «Биби Нур». Премьера будет в октябре, уже она назначена. Сейчас мы уже почти сделали во время пандемии. Илья Примат, иди сюда, пожалуйста, дорогой. Похлопайте ему тогда. Вот, если ты, когда я башкат его показывал, куда смотреть, надо, да? Вот там, видишь, пипочка? Вот туда, вот видишь, вот там Артур стоит, да? Артура вежу. Вот на Артура всегда смотри. Не смотри вот первый ряд, во второй никуда. Потому что у всех в лице, у одного постные, у другого веселые, один с радостью, а чаще всего с ненавистью все смотрят, понимаешь? Потому что они там, а ты тут, понимаешь? И у нас же все любят, что, бить по рукам? А по рукам сам себя не полюбишь, не похвалишь, ничего не будет. Ну, короче, я запутался. Вот туда смотри и говори, что ты хочешь сказать. Говори, отец. Рома, добрый вечер, дамы и господа. Очень приятно, что в пятницу вечера вы приходите именно в театр. Как Николай Владимирович уже сказал, у нас, у Николая Владимировича, когда в театре идет пьеса «Тихий свет», Романа Козырчикова, по-моему, спектакль просто замечательный. И эта пьеса мне тоже очень нравится. Я бы вас хотел, во-первых, пригласить на тот спектакль, исходить на тихий свет и представить действующих лиц, кто будет исполнять роли в этой чипке.